Празднование 9 мая в Заволжье началось у сквера Победы. С георгиевской ленточкой на груди, с цветами в руках, с улыбкой на лице. Люди приходили на митинг в честь дня окончания Великой Отечественной войны. Войны, которая унесла немало жизней и коснулась каждой семьи нашей большой страны. День Победы – это сохранение исторической памяти. Мы чтим, в семье в нашей чтятся все герои Великой Отечественной войны. Мой прадед, Оленцен Андрей Михайлович, побеги, защищая Белоруссию, освобождая Белоруссию. Сегодня пришел со своим отцом, обращаемым Александром Сергеевичем, которого в 19 лет забрали в армию. И попал в первый бой под флухор в Куфтанке Горелом. После попал в поезд, в санитарный поезд, и отправили за Урал. А это мама. Она была письмоносицей Сорокина Николаевна. Во время войны носила письма, носила по деревне. И тоже жила у нас в городе Заволзе. Пришел с ними сегодня на парад, но не на парад, а в День Победы. Поздравить Европе, напомнить, чтобы Европа знала, кто освободит истинные наши. Был призван в первые же дни войны. Погиб в 1942 году, 12 января, от ран. Воевал он в Мурманской области, в село Раменцы. Там он захоронен, там в братской могиле его. Мы русский народ. Мы должны сражаться за нашу свободу, за наше будущее, за будущее наших детей, внуков. И мы гордимся тем, что мы русские. Второй-то дедушка, он воевал в Венгрии. В Венгрии же он не погиб, он в Венгрии закончил войну. Мы его помним, мы его знаем, мы его видели, пока были детьми. И гордимся этим, что у нас оба деда прошли войну. Мои дедушки по материной и отцовской линии работали на оборонном заводе. И на фронте их не было. Ну, так же, как говорится, как и те люди, которые воевали, тоже хлебнули. И, в принципе, я горжусь ими тоже. Мы, русские, гордимся тем, что можем сплотиться и выстоять. И в этот раз победим. 79 лет назад закончилась Великая Отечественная война. День Победы навсегда останется торжественным и одновременно трагическим событием для нашего народа. Знамя Победы и флаг Российской Федерации внести. Победы и флаг Российской Федерации внести. К сожалению, в Заволже с каждым годом остается все меньше участников Великой Отечественной войны. Но живы дети войны. С чувством горечи вспоминают они это тяжелое время. Война заставила их забыть о детстве. Отец мой ушел на фронт. Он пришел в Слинскую войну. Потом началась Отечественная. Ушел на фронт. Ну, судьбу, конечно, я там на фронте не знаю, но погиб под Смоленском. Стоит ему там сейчас Ибелиск. Ну, их там. В общем, вся рота погибла. Железную дорогу у нас бомбили. Постоянно. Да. Это я помню хорошо. Отец мой был призван на срочную службу 19 июня 1941 года. Они в составе ехали на Украину, городу Фастов. По пути их разбомбили. Весь эшелон разбомбили. Он был ранен. И в окружение попали они. Бежали из окружения. Впоследствии он попал, прошел всю Европу, вернулся домой. А мама 1923 года рождения, она в Кержинских лесах занималась вместе со своими... Ну, сколько им было там? 17, 18, 20 лет еще не было. Они валили лес, на Кержинсе его справляли. Потом связывали их плоты, по Кержинску отправляли на Волгу, чтобы потом восстанавливать в Сталинград. Вечная память нашим родителям. Пусть годы мирные идут, и пусть на белом свете. Всегда смеются и поют. Не знали горы, дети. Ради счастья и жизни на свете. Ради воинов, впавших в боях. Пусть всегда на огромной планете. Май победы легко и в сердцах. Главный праздник страны собрал всех, от мала до велика. Не только взрослые, но и дети пришли почтить память героев, отдавших жизнь за мирное небо над головой. Мы должны помнить мужество и отвагу наших бойцов. Как они сражались за нас, отдавали свои жизни, чтобы сейчас было мирное небо над головой. Конечно, горжусь, потому что это такое чувство, когда ты понимаешь, что если бы не было их, то не было бы сейчас нас. День победы, получается, это часть нашей истории. И как бы столько людей дали свою жизнь, чтобы мы сейчас под мирным небом учились. Я горжусь своими родственниками, потому что они воевали за нашу родину. И мы должны чтить память о них и о других войнах нашей страны. Юнармия – это, можно сказать, движение школьников, которое направлено на патриотизм нашей страны. Сегодня мы будем помогать ветеранам, будем дарить цветы, показывая, что мы помним ветеранов и то, что они очень важны для нашей страны. От имени сегодняшних поколений благодарность и низкий поклон тем, кто не вернулся с войны, и тем, кто остался в живых. Слова признательности и уважения к подвигу русских солдат прозвучали со сцены в этот день не один раз. Дорогие заволжане, уважаемые ветераны, сегодня праздник в честь наших отцов, дедов, прадедов, чьи имена навсегда вошли в историю нашей страны, чьи имена дали жизнь нашей родине, чьи имена побороли фашизм. И сегодня на наших глазах мы видим, как кому-то хочется снести памятники, мемориалы нашим дедам, отцам, но мы точно знаем, что у них ничего не получится. Уважаемые заволжане, вам в этот день я желаю здоровья, счастья, благополучия в семьях, чтобы вам кто-то с утра улыбнулся, чтобы вы пожелали кому-то доброе утро. Дорогие мои, и самое главное, всем нам мирного неба над головой. С праздником, дорогие мои! ПЕСНЯ Никто не забыт, ничто не забыто. Такие слова написаны на могиле неизвестному солдату. В память о погибших горит вечный огонь. Его никогда не задуют ветры, не затушат дожди, не погасит время. КОНЕЦ КОНЕЦ